Вот как начинает с потолка капать во время дождя, мне приходится ставить вот сюда тазик, чтобы вся вода собиралась сюда. Татьяна Хуртина ежедневно следит за прогнозом погоды. Особенно интересуют осадки. Когда синоптики обещают дожди, заранее готовят ведра и тазики. Женщина живет на последнем этаже пятиэтажного дома. К протечкам уже почти привыкла. Последние пять лет здесь течет. Ремонт сделать не могу уже лет восемь или девять, это точно. Потому что начало течь с прихожей. По люстре, прямо так вот текло по люстре, приходилось тазики подставлять. Кухня, коридор и ванная комната – самые проблемные места в квартире. Их затапливает даже во время небольшого дождя. Хозяйка рассказывает, год назад проблему попытались устранить. И вот она снова обострилась. В том году, когда я к ним обратилась, они пришли, посмотрели, пошли на мои квартиры, накрыли целлофаном. Полгода не капало, не текло. Потом уже все начало, как говорится, вот сюда затекать. К ним обращаюсь, никакого нету, как говорится, толку, никакого вздвига нет. Потолок украшают разводы. Шпаклевка отваливается. В коридоре вода стекает прямо с люстры. Пока замыкания не было. Но оно может произойти в любой момент, говорит Татьяна. У меня в коридоре по лампочке вот эта люстра течет. А внука говорит, баб, почему пол мокрая? Я голову поднимаю, а у меня течет. За полтора года больше десяти обращений в управляющую компанию неоднократно обещали ремонт кровли сделать. Но пока до дела так и не дошло. Есть предположение, что в 2024 году сделают ремонт. Хорошо. Наступил 2024 год. И вот когда у меня предпоследний раз меня затопило, я у них спрашиваю. А мне ответили, да, да, да. Приходили подрядчики, посмотрели крышу. Что они решили, мы не знаем. А когда последний раз я пришла, мне сказали, не ждите. Крышу вашу ремонтировать никто не будет. В последнем официальном ответе признают. Возможную причину протечки выявили. Привести кровлю в порядок снова обещают в этом году. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.